Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях Гришкевич Евгений Леонидович. Евгений, детство, наверное, самая прекрасная пора в жизни каждого человека. Что вы можете рассказать о своем детстве? Ну, о своем детстве я могу рассказать. Оно было непростым, нелегким. Своего родного отца я только помню по рассказам моей матери. Он был зависим от алкоголя, часто его не было дома. И бывали такие случаи, что даже когда я был маленьким, грудным ребенком, еще 11-месячным, то отец меня выбрасывал из сугробы. Чтобы выпросить денег на выпивку матери, он подпирал дверь ногой и таким образом добывал деньги. В детстве я болел, чуть не умер от воспаления легких. И в возрасте трех лет мама развелась. Когда мне было три года, она развелась с отцом. И впоследствии она вышла второй раз замуж. Родилась еще моя сестренка, с которой у нас шесть лет разницы. Практически постоянно родители были в алкогольном опьянении. Когда были какие-то моменты, когда они были трезвыми, это, конечно, приносило для нас большую радость. Это было просто самое, наверное, потрясающее время, когда мама с папой могли решать кроссворды, покупать семечки. Мы это время очень ждали. Но таких моментов было, конечно, очень мало. Иногда я даже хотел перевернуть этот стол, на котором стояло спиртное. Я реагировал очень болезненно. Я просил, умолял. То есть, мама, не надо, папа. То есть, понимая, чем это обычно заканчивалось, какими-то драками, какими-то неприятностями. Разговаривал с мамой, просил, умолял. Но, конечно, как ребенок я не мог ничего поменять. А ваша мама пыталась что-нибудь изменить? Был период, что мама закодировалась. И, конечно, два года для нас это было таким временем радости такой. Ну, потому что мама действительно перестала на эти два года пить. Но через два года ей резко стало плохо. Очень резко стало плохо. Ее забрали в пятницу в больницу. Много там делали разных процедур. В субботу утром мама позвонила, и мы всей семьей поехали туда. Мы общались в фойе. Мама говорила, что мы слушались папу, пока она на лечении. Говорила, что если даже она выйдет из больницы, она больше никогда курить не будет, потому что мама так же курила. И потом отец ее пошел провожать к лифту. Мы попрощались, она нас обняла, поцеловала. Поздно вечером в субботу раздался звонок, что это звонит врач из реанимации. Отец разговаривал. Вашей жене стало очень плохо, и ее перевели в реанимацию. Мы не знаем, что происходит, мы боремся за ее жизнь. И в понедельник утром рано раздался также телефонный звонок. Разговаривал папа по телефону. Разговор был очень коротким. Единственное, что я помню, как он прибежал в зал, упал на пол, просто стучал руками по полу и сказал, что вашей мамы больше нет. Он плакал. Какой сильное потрясение пришло, мама умерла в возрасте 34 лет, ее не стало. Такая произошла трагедия в нашей семье. И что изменилось в жизни после смерти мамы? Я почувствовал себя каким-то ущербным, второсортным. Какое-то клеймо на себе ощутил, потому что это сирота, нету матери. Более того, буквально через несколько месяцев после смерти матери у меня были проблемы с давлением кровяным. Меня положили на обследование в больницу, и я находился там где-то около трех недель. Ко мне практически, наверное, только один раз, может быть, отец приехал, потому что то он работал, то он был просто пьяный. У меня была игра «Тетрис», и я эту игру давал в соседней палате одному парню. У него не было. И таким образом я зарабатывал себе бутерброды, к которому ему привозили целую такую пачку. Такое, ну, вот это запомнилось в такой период, что, ну, конечно же, мама бы, наверное, поступала по-другому. То есть она бы все-таки, как бы ни было, она бы приехала. И, конечно, я вспоминал о ней. Вот отец, он начал очень сильно пить. Еще намного сильнее он просто начал пить. И, к сожалению, через какое-то время и в мою жизнь пришел алкоголь. Потому что я закончил 9 классов, но резко моя успеваемость в учебе скатилась вниз. И я поступил учиться в училище. И вот в той компании, в той группе, в которой я находился, из 30 человек, 28, они выпивали, курили. Я до этого не употреблял ни алкоголь, ни сигареты, несколько раз баловался, но мне это не нравилось. Ну, и чтобы там уже не быть белой вороной, как говорят, я начал и сам тоже к этому приобщаться. И через какое-то время, наверное, года два, я уже просто стал зависимым от этого. Я уже без алкоголя не мог. Отец пил сам себе, я пил сам себе. И я понимал, что уже это сильнее меня. И вы пытались что-нибудь изменить в вашей жизни? Да, изменить я тоже пытался. И были моменты такие, когда я просто даже не хотел подходить к телефону, не подходить к двери, когда звонили друзья, просто побыть дома, как-то выйти с этого состояния. Хотелось, вот знаете, ничего-то такого особенного, хотелось просто любви. Просто любви, но ее не было. И я постоянно, постоянно вот уходил в этот мир иллюзии, когда я выпивал, и мне казалось там, что там я любим, что там я молодец, что там у меня все хорошо. И знаете, когда я уже просто был на таком пике отчаяния, отверженности, я не был в тот момент ни пьяным, ни под наркотиком. трое суток я вообще не употреблял, ни наркотик, ни алкоголь. И даже сложно сказать, что это было на самом деле. И голос заговорил к моему разуму, голосом моей мамы. И я помню, когда я спросил, мама, что ты тут делаешь, думая, что это мама на самом деле. Я услышал такие слова, что, сынок, я пришла тебе помочь. Я вижу, как ты страдаешь, как ты мучаешься, как к тебе относятся твои близкие. И я просто сказал, мама, я устал от этой жизни здесь на земле, забери меня с собой. На что этот голос мне сказал, пойди в ванную комнату, возьми лезвие, перережь себе вены на обоих руках, и мы вместе с тобой улетим в небеса. Мне даже не было страшно. Я помню, как я поднялся, я пошел в ванную комнату, там лежало лезвие, я взял его и вскрыл себе вены на обоих руках. Также пытался скрыть сонную артерию. И я выбежал на улицу, шел милиционер, я попросил его вызвать скорую, у меня текла кровь с одной руки, сильно очень. Меня завезли в больницу, зашили вены, и в таком вот состоянии я там еще какое-то время находился. Выйдя из больницы, я думал, что больше тоже никогда не буду я касаться ни алкоголя, ничего, но в тот же вечер я был опять же пьян. А были в вашей жизни какие-нибудь моменты, которые заставляли задуматься о существовании Бога? Когда меня отчислили из училища, отец, сестры, они спрятали от меня даже и продукты, сказали, где пьешь, где гуляешь, там и кормись. Я очень часто ходил голодный, голодал. Бывали моменты, что у нас на балконе был хлеб сухой, который отдавали свиньям. Этот хлеб, я его разламывал, смотрел, чтобы там не было ни червей, там плесень эту убирал. И как-то у меня было полкубика галинобланки, этого бульона, я его себе заваривал на трехлитровую кастрюлю, вот с этими сухарями ел. Чувство голода мне знакомо. То есть, и я помню, как и вот где комната, были вот эти спрятаны продукты. Я часто там открывал штапик и заходил в эту комнату, брал жменьку риса, жменьку макарон, жменьку гречки. И быстро себе, пока отец был на работе, сестры не было дома, делал себе такое варево. Варил и был очень счастлив от того, что это есть. И помню, как-то был такой момент, что и не получалось взять, и друзья мне уже перестали давать еду, то они там картошки мне насыпят, то еще что-то. И я помню, я был настолько голоден. Я просто такие слова сказал. Это, наверное, было моей первой молитвой, хотя она была в такой дерзости, что ли. Сказал, Бог, если ты есть, то дай мне поесть. Я умираю от голода. Ровно же в этот день вечером моя соседка с седьмого этажа, мы живем на втором, она спустилась и спросила меня, Женя, твой паспорт не под залогом, а он у меня часто был под залогом за спиртное на определенных точках. Я сказал, нет. А в чем дело? Она говорит, на тебя пришла посылка из России от твоей тети, о которой я даже не знал, что она у меня есть. Это дальняя родственница по маме. Это посылка на 14 килограмм. Пойдем, получим ее. Извещение бросили ей в ящик, вместо нашего ящика. Почему она и пришла? Мы пошли туда, забрали эту посылку, и когда я принес ее домой, я ее просто начал открывать, я просто был удивлен. Там был килограмм риса, килограмм макарон, килограмм гречки, сахар, какие-то конфеты, какие-то консервы, какие-то тушенки. Это было ровно в тот же день, когда я это говорил. И таким образом Бог, Он стучал в мое сердце. Кто-то скажет совпадение, но Бог знает, когда человек будет просить, и Он знает, когда другого человека побудить, отправить посылку или что-то в этом роде. И, конечно, в этот момент меня заставил задуматься о том, что есть Бог, и Ему не безразлично моя судьба. Скажите, как произошла Ваша встреча с Богом? Однажды, вернувшись после Нового года домой, это было, если я не ошибаюсь, 2 января, я зашел в ванную комнату, и я увидел в ванной комнате мертвым отца своего. Он встретил Новый год один, выпил несколько бутылок спиртного, полез в горячую ванну, и его сердце не выдержал. Это, конечно, была очень жуткая картина, потому что тело было распухшее, посиневшее, у меня в горле стоял трупный запах несколько недель. Я помню, как уже прошли похороны, разъехались близкие, разъехались все родственники, и вот мы остались вдвоем с моей сестрой в квартире. Она держала в руках какой-то платок, как я сейчас помню, его теребила в своих руках, и ее глаза были полны слез. Она смотрела на меня и говорила просто, у меня больше нету никого, Женя. Мама умерла у нас, папа тоже, и ты погибаешь. Я должен был для нее стать отцом в этот момент, матерью, но я не мог быть таким, потому что я был зависим от алкоголя. Все, что я мог в тот момент, это я ее просто прижал к себе, хотя самому было 18 лет. И просто говорил Ира, мы как-то прорвемся. Мы действительно остались одни. Нам некому было помочь. Дедушки, бабушки наши умерли, дяди и тети. Тут в Беларуси тоже не было ни отца, ни матери. Пустая квартира. Я не помню, сколько мы стояли, так плакали. Потом начали приходить друзья через какое-то время, пьянки, отключение электричества, собственный паспорт под залогом, постоянные слезы сестры. Были и мои слезы, когда я просыпался после этих пьянок и лежал просто ночью. И мне хотелось вот просто вырваться с этого состояния. Я видел других людей счастливыми, и я не понимал, почему вот так жизнь моя складывается. Я уже дошел в своей жизни до такой отметки, что несколько раз меня забирали в больницу на скорой, у меня случались приступы алкогольной эпилепсии. Ходил я в обносках, рваных вещах, рваной обуви. В одной из драк мой глаз был подбит очень сильно левый. Он заплыл, с него постоянно тек гной, начало прогнивать щека левая. Меня колотило очень, трясло, грязно, неприятно пахнущим. В таком состоянии я опустился на самое дно, что даже когда сестра со школы приходила с подружками, она первая заходила и просила меня не выходить из комнаты. я, можно сказать, как животное, находился там в своей комнате, прокуренной, вечно зашторенной, где валялись эти бутылки. И у нас я взял двух квартирантов жить к нам, в комнату. И они мне посоветовали пойти на одно домашнее служение. сказали Жене, мы встретили там человека, который был в прошлом зависим, сейчас он верующий, и у него совершенно другая жизнь. Сходи, может быть, тебе Бог поможет там. Ну, конечно, какое-то мое я, оно все равно не хотело с этим соглашаться. Я им даже, я помню, сказал, ну что, сами попали в какую-то секту и меня тянете. и не хотел. Но потом я все-таки согласился пойти на это домашнее общение. Я шел, и, конечно, мне было стыдно. Я, как сейчас, помню, я шел после большой пьянки, меня сушило, меня колотило, у меня были рваные носки, меня неприятно пахло. И знаете, вот когда я пришел в этот дом, первое, что я почувствовал, что меня не осуждают. Меня не осуждают, хотя меня было за что осудить. И человек, который начал со мной разговаривать, он обратился ко мне по имени, потому что представили, как зовут меня. и он сказал, Женя, я знаю, что в твоей жизни очень много проблем. Ты многое пережил, потерял отца, потерял мать, страдаешь, но есть Бог, который любит тебя. И если ты обратишься к нему, он поможет тебе выйти из этих проблем, он поменяет всю твою жизнь. Он многое говорил, как сейчас я помню, о моей жизни, которая будет с Богом, но мне в это мало верилось, потому что у меня было очень много попыток поменять свою жизнь. И он говорил о простой молитве, которая может меня поменять, освободить от алкогольной зависимости, от табачной зависимости, изменить всю мою жизнь. И я помню, как я встал на колени. И я молился с этим человеком молитвой обращения к Богу. Я просто просил его прийти в мою жизнь. И я помню, как мы стояли на коленях, как я произносил эти простые слова. Господь, прости меня за все плохое. Приди в мою жизнь. Я принимаю тебя. И с этого момента Господь пришел в мою жизнь. Как какие-то оковы упали с меня. У меня отпало всякое желание употреблять алкоголь, табак. У меня пришла радость. Более того, я просто ощутил надежду. Я уже не говорю о слезах, которые у меня лились, ко всему мы обнимались. Но именно в тот момент я встал другим человеком. Потому что в мое сердце пришел Бог. И с того момента я больше не возвращался к алкоголю, не возвращался в сигаретах. Я был освобожден от этого. Я шел домой настолько радуясь. Впервые я радовался, будучи трезвым. Радовался, будучи не под наркотиком. Я открывал дверь, и я своей сестре сказал, Ира, у нас все получится. На что случилось? Я говорю, Господь Иисус пришел в мою жизнь. Мы не умрем. У нас все будет хорошо. Потом я был на программе реабилитации христианской. Я успешно прошел ее. И просто возвращаясь с этой программы, я видел множество таких ответов, даже свидетельства от Божьей любви. Я помню, моя сестра, она сказала, ну, если такой Бог всемогущий, ты бы его попросил, чтобы он диван нам дал. А я настолько окрыленный, я только пережил встречу с Господом, и я говорю, Ириша, заходи в комнату, я сейчас Бога попрошу в молитве, Бог может послать диван. Я помню, она зашла, конечно, она на меня смотрела так с подозрением, и я говорю, Господь, ты видишь, что нам нужен диван, я пока еще не так много зарабатываю, взять мне негде, но, пожалуйста, пошли как-то, каким-то образом диван в нашу семью. Я не знаю, как он придет, но я знаю, что ты Бог всемогущий. Ну, и все. И забыл об этой молитве, на следующий день я работал на работе, раздался телефонный звонок, и позвонил один человек, который сказал, Женя, до скольки ты работаешь. Это был директор центра реабилитации, в котором я был, он не знал, что у меня такая нужда в диване. И он говорит, ты знаешь, я звоню с такой целью, у меня есть побуждение подарить для тебя тахту хорошую. Она не новая, но практически новая. Я себе приобрел новый мягкий угол, хотел одному брату подарить, его дома нету, другому машины нету, а сейчас вот как-то на сердце пришло именно тебе. Тебе случайно не надо? Говорит, тебе есть и машина, и вы как-то, я помню, я пришел с работой, это на следующий день, мы выгружаем этот диван, старых батареи отставили, там шикарно, и так там, но до сих пор она у нас дома, и вечером моя сестра приходит со школы, а я сижу на этом диване, у меня настолько такая радость, я пою христианские песни, благодарю Бога, Иисус, спасибо, и приходит моя сестра, я говорю, Ириша, зайди в комнату, она там, знаете, что-то возле зеркала прихорашивается, как любят девушки делать это, и я говорю, зайди в комнату, вот, помнишь, вчера я диван просил, она, ну да, говорит, вот, присаживайся, Бог дал, конечно, это было таким большим ответом, большим свидетельством, вот в этих таких первых шагах за Господом в моей жизни. А как складывалась ваша личная жизнь? Ровно через два года я в церкви на одной конференции познакомился со своей будущей супругой. Мы обменялись телефонами, я приглашал ее к нам на молодежное служение, потом у нас было первое свидание, я встретил ее после работы и вызвался ее проводить. ну, она говорит, я через час заканчиваю, это было в другом конце города, если ты успеешь, то, пожалуйста, проводи. Знаете, это был как вызов, у меня были деньги, я взял такси и поехал. И когда я захлопывал дверцу, я просил Господь, дай мне знамение, что это моя будущая жена, мою жену Виктория зовут. И когда я захлопнул дверцу, начала играть песня Филиппа Киркорова «Вилла Виктория». Но для меня это был знак, понимаете. И мы гуляли, мороз был очень большой, я на каждое свидание одевал по три свитера и по двое брюк, потому что я помню, как-то мы гуляли на одном свидании, а мы ходили от Пушкинской до Орловской пешком, просто по улице, чтобы дома как-то не быть, вот так по улице. Я замерз очень сильно, но признаваться, что я замерз, я не буду, я же джигит, то есть как-то я признаю, что мне холодно. И я говорю «Викуля, ну как-то холодно, может быть, на троллейбусе подъедем, чтоб ты не замерзла?» А она так на меня посмотрела и говорит «А мне не холодно?» И у нее такой пуховик, а у меня такая курточка была. Но знаете, хоть я приезжал замерзшее, в душе была радость. Через два месяца я сделал предложение, моя жена сказала «Да». И через три месяца после того, как мы сделали предложение, у нас была свадьба. И как любая семья, мы ожидали детей. У нас не получалось это в течение двух лет. Было несколько выкидышей, и последнее на первом триместре беременности была замерзшая двойня, когда сердцебиение у плодов замерло. Жена проходила через процедуры, потом нам сказали, три года вообще не планировать детей, проходить обследование. Небольшой давали нам процент, будут ли они у нас вообще или не будут. Но мы в это время молились. Мы в это время молились, просто доверялись Богу. И я помню, когда после последнего вот этого замерзшей двойни, где-то полгода прошло, помню, когда моя жена, она сказала, что что-то меня на селедочку потянуло. И, конечно, были переживания, но у нас родился первый сын Елисей, через три года второй сын Тимофей, и еще через три года у нас родился третий сын Эмилька. Поэтому мы также и детей наших принимаем как подарок от Бога, потому что врачи говорили одно, но Господь сделал другое и благословил нашу семью детьми. Сейчас, приходя домой, они меня встречают всегда. И что хочу сказать, что я самый счастливый человек на земле. Я благодарю Бога за этот подарок, за мою жену, потому что я счастлив просто рядом с ней. Она с детства верующая христианка и за ее мудрость, за ее поддержку, за просто, что она есть. Я счастлив. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok